2 апреля в Дагополском центре технического и промышленного дизайна инженеру Арсеналс был подписан договор о сотрудничестве между самоуправлением Дагополса и ассоциацией латвийских замков и поместий. Срок его действия 5 лет. В настоящее время в объединении насчитывается почти 100 членов. Наша ассоциация включает в себя не только замки и поместья, есть и другие объекты. Вот, например, сегодня одним из таковых стала Дагополская крепость. Для нас это новый шаг, поскольку речь идет о фортификационном историческом объекте. По большому счету, речь идет о сохранении культурного наследия. И наша цель – говорить о нем более громко и на более широком пространстве, как об уникальном объекте. Ведь это отражение Латгалии, региона и не только. Благодаря этому сотрудничеству в Дагополсе планируется реализовать два крупных проекта республиканского масштаба. Кроме этого, в течение пяти лет будут реализованы и другие творческие проекты. Мы верим, что это будет дополнительный инструмент к распространению информации о крепости, о всех туристических объектах на территории крепости. Поскольку в этой ассоциации около 100 членов на данный момент, и они проводят мероприятия практически по всей Латвии. Очень надеемся, что ученство в этой ассоциации даст новый импульс именно в рекламировании нашей крепости. Но главная цель – это привлечь как можно больше посетителей нашей крепости. В свою очередь, мэр Дагополса рассказал, что самоуправлением города уже подготовлено уникальное предложение для туристов, которое позволит всем желающим познакомиться с историей города и насладиться туристическими достопримечательностями. Мы сегодня готовы показать достаточно сильное предложение для туристов, и привлечь их, посетить Дагополс в целом, остаться здесь и одновременно, конечно же, создавать здесь экономическую активность с точки зрения туристического потока. Следует отметить, что сотрудничество Ассоциации замков и поместья выгодно самоуправлению, в том числе и с финансовой точки зрения. К слову, о своем желании начать сотрудничать с самоуправлением Дагополса уже и заявила и Ассоциация музеев и замков региона Балтийского моря. С 25 марта по 19 апреля Государственное агентство занятости будет принимать заявление от работодателей по реализации госпрограммы летнего трудоустройства среди молодежи. Работодатель, который примет участие в данной программе, может рассчитывать на субсидию со стороны государства в размере 50% от минимальной ежемесячной зарплаты. В случае летнего трудоустройства молодого человека с ограниченными возможностями, размер субсидии будет равен одной ежемесячной минимальной зарплате. Государственное агентство занятости также оплатит медицинский осмотр учащегося, если это будет необходимо, а также застрахует молодого работника от несчастных случаев на производстве. Государственное агентство занятости также оплатит работу куратора и юного сотрудника предприятия. Со своей стороны работодатель, участник госпрограммы, должен будет обеспечить софинансирование зарплаты учащегося, а также заплатить за него налоги и выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. Ежемесячная зарплата учащегося за полный рабочий день должна составить как минимум 700 евро до уплаты налогов. Участник госпрограммы по летнему трудоустройству может быть трудоустроен на срок от двух недель до двух месяцев. В этом году госфинансирование программы составляет 4 170 180 евро, которые необходимы для временного трудоустройства 9929 молодых людей. Регистрация учащихся на программу летней занятости начнется со 2 мая. Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте Государственной службы занятости. С 1 апреля в Латвии запрещено использовать на дорогах незарегистрированные электросамокаты. Это предусматривает поправки к закону о дорожном движении, которые вступили в законную силу с 1 января текущего года. Поправки касаются самодельных и влевосстановленных электросамокатов. Таким образом, регистрация данного вида транспорта, а также велорикш, теперь является обязательной и на их конструкцию должны быть наклеены наклейки о государственной регистрации. Электросамокаты, зарегистрированные ранее, должны быть перерегистрированы в соответствии с новой процедурой и также должны получить новую регистрационную наклейку. Саму регистрацию электросамокатов осуществляет Дирекция безопасного дорожного движения как при личном обращении, так и в электронном формате. Поправки предусматривают, что водители электросамоката в возрасте до 17 лет должны носить и защитный шлем, а в условиях плохой видимости или интенсивного движения одежда должна быть с светоотражающими элементами. Скорость электросамокатов не должна превышать 25 км в час. С начала этого года по 20 марта ЦСДД выдало уже 2439 регистрационных наклеек. По мере приближения 1 апреля это число увеличилось. 28 марта сотрудники государственной пограничной службы в ходе проведения совместной операции с сотрудниками госполиции в Красновском крае задержали гражданина Республики Беларусь, который перевозил неких персон, незаконно перешедших государственную границу Латвийской Республики. Автомобиль марки Ренолагона был остановлен в Эзерникской волости. В ходе проверки документов было установлено, что в салоне машины находятся 8 граждан Ирана без соответствующих документов, а также без действительных виз и видов на жительство. Против перевозчика нелегалов начат уголовный процесс по статье 285 Уголовного закона Латвии. Сам подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается. В Даугупилсе футбол играют и дети, и взрослые. И на этот раз речь пойдет не о большом футболе и профессиональных игроках. Прямо сейчас мы вам расскажем о любительском футболе, в который играет во дворах спальных районов Даугупилса. О нем не пишут, не снимают кино, хотя он и является более ярким, эмоциональным и зрелищным. Вся эта история началась несколько лет назад. Ее авторами стали обычные молодые ребята, которые хотели играть в футбол. Для начала создали свою команду, а потом бросили клич в соцсети с призывом к другим, таким же любительским командам. В результате на свет появилась Даугупилская медийная футбольная лига. Почему медийная? Потому что все выкладывается в социальные сети. Мы изначально просто хотели собираться командами футбольными, и ребята мне предложили создать турнир, потому что команд стало больше. Я создал турнир зимой, мы начали играть зимой, чистили все вот это поле сами, картонками, лопатами, вычисляли снег, лед. И получилось так, что уже третий сезон начинается скоро. Просто как идея для ребят, кто просто хочет. Просто без финансирования, без ничего. Просто хотели собраться. И как-то рождилась идея, чтобы больше людей видели об этом. В соцсети все выставляют. В конце марта в преддверии большого турнира на стадионе в Ругеле открытие нового сезона началось с товарищеской игры. Как долго уже играете в такой вот непрофессиональной любительской лиге? Получается, с прошлого лета начал. Был в другой команде, 13-й район. И сейчас как бы позвали в эту команду. А так я еще футболом занимался. Где-то 8 лет получается. Поэтому потом там работа. И решил как бы поиграть в такой лиге. Чем отличается профессиональный футбол от любительского? Мне кажется, что тут, наверное, не так нервничаешь на матчах. Потому что тут, как сказать, немножко другая атмосфера. То есть чувствуешь, что играешь как будто в дворовой футбол. Когда мы говорим, по большому счету, о любительском дворовом футболе. Что вас привлекает? Меня, друзья. То есть вы их не видите в течение недели? Ну как, ну интересно же с друзьями погонять футбольщик. А ругаетесь? Нет. Ну как? Ну не так забил, не так мяч взял. А, ну это, конечно, эмоции бывают, конечно. Так можно разругаться так, что и вообще не уйдет больше друг друга. Да ну не, не, не. Такого не будет. Ну как вы думаете, вообще у любительского футбола есть будущая? И почему? Сложно сказать. Ну как, если молодежь будет тянуться, конечно будет. А есть разница между профессиональным футболом и любительским? Есть, конечно. В чем плюсы? Плюсы любительского футбола? Что можно в свое удовольствие играть? Реализация любого подобного проекта без организаторского подхода невозможен. И зачастую именно этот фактор тормозит любой процесс. Поскольку это в первую очередь ответственность. Но для молодых людей проблемой это не стало. У нас в городе очень много футболистов и просто друзья собирались. И так образовалась команда. У кого-то есть уже форма, у кого-то нет формы, просто манишки. Просто друзья, я думаю. В основном команда это просто друзья, которые вместе всю жизнь общались. К слову, сам Дмитрий профессионально занимается баскетболом, но про футбол тоже не забывает. Получил травму на одной из игр, порвал кресты и мениск. Вот сейчас восстанавливаюсь. В футбол, скорее всего, уже не вернусь. Так баскетбол всю жизнь играю. Пока тренер. Тренер, все это организовываю. Здесь все по-зврослому. В каждый круг состязания выходят сильнейшие. В этом году планируется провести турнир, начиная с четвертьфиналов и до финала в течение всего лета. Ну и какой футбол без болельщиков? А неудово по скомедийной футбольной лиге есть. И их немало. Что может быть лучше профессионального футбола? Но на самом деле вы пришли именно сюда. Почему? Ну, во-первых, поддержать друзей. Также есть интерес развития молодежи, как они развивают свои команды. Лучше чем? Ну, они создают как-никак какие-то команды, борются, тренируются, занимаются спортом. Это все классно. И я считаю, в нынешние времена именно молодежи нужно собираться, тренироваться, развивать всякий спорт. В чем она интересна? Живая, эмоции другие? Конечно, эмоции. Потому что, например, в профессиональном спорте там есть границы, а тут нет. Тут вот как есть такие люди прям, ну, все эмоции свои показывают и проставляются на полностью. Как вам кажется, почему мужчины вот втягиваются во все это? Не знаю, просто интересен. Азарт какой-то. Да, азарт играть, выигрывать. Между прочим, у организаторов турнира есть еще одна идея – привлечь в свою лику и любительские команды из других городов. Пока речь идет об Илукстей Резакне, где сегодня также активно развивается движение любительского футбола. Субтитры подогнал «Симон»!